Добрый день! Добрый день или доброго времени суток? Многие люди по-разному смотрят, но главный вопрос – неважно, какое время вы смотрите, Бог вас любит. Вы особенны для Бога, вы ценны для Него, у Него планы по отношению к вам. Вы знаете, как я всегда рад, зная, что куда бы я ни пришел, Божий план в моей жизни победит. Если я буду идти по Божьему плану, по Божьему плану всегда буду иметь победу. Заметите, Бог нам дал право творить мир. Имеется в виду создать шалом, мир, покой, убрать вражду и создать обстоятельства, в которые мы можем процветать. Многие люди ждут, что Бог даст мне мир, даст мне покой, даст мне, но заметите, Библия говорит, блажение миротворцы. Что такое миротворец? Он творит мир. То есть, Бог нам дал все, что надо, чтобы мы творили мир вокруг нас и там, где мы находимся. Давайте посмотрим и послушаем эту проповедь, потому что Бог хочет дать тебе много откровений, чтобы со сегодняшнего дня ты начал творить мир. Не ждать, пока Бог даст мир, а будь миротворцем, человек, который творит мир. Давайте послушаем. Сегодняшняя проповедь называется «Твори мир, Бог дает тебе право». В жизни верующего существует несколько парадоксов, особенно, что касается отношения с Богом или противоречия. моменты, которые напрягают некоторых верующих. Например, когда нужно обратиться к Богу и просить у Него, Господь, дай мне, пожалуйста. Или же, когда нужно самому творить, да? Потому что это очень большое, много церквей, которые более религиозные. Им легче просить. Дай, 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 дай. А вторая группа, они не просят, они творят. Между прочим, и то в Библии есть, и второе есть. Но, заметьте, хотя и то, и другое есть в Библии, однако же, очень мало говорится о втором. Творить самому. Однако же, 95%, я так думаю, из того, что произойдет или происходит в вашей жизни, это в случае использования второе. Смотрите, как говорится в Матфея 5, глава 9 стих. «Блажение – миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Давайте начнем с тем, что написано «блажение». Это означает «счастливые, успешные, вопреки обстоятельствам и имеющие Божие благоволения». Таких людей аж можно завидовать. Я только что перевел, буквально, в широком сенте. То есть, есть такие люди, которые блаженны, счастливы. Они будут успешны, вопреки обстоятельствам, и будут иметь Божие благоволения. Но для того, чтобы быть таким блаженным, есть условия. Нужно быть миротворцем. Так, давайте начнем посмотреть. Миротворец – это тот, кто творит. Творит, а не принимает. Он творит мир, а не принимает. Поэтому, говорит, этот блажен, который успешный, вопреки, этот человек, который имеет Божие благоволения, это потому что он творит мир. Заметите, слово творит означает создавать или осуществлять. То есть, можно сказать, блажение, создающий мир или осуществляющий мир. То есть, мы должны принять решение творить мир, а не ждать, чтобы Бог решил. Давайте прочитаем это местописание еще раз. Блажение миротворцы. Скажите, кто принял решение творить этот мир? Бог или они? Они. Потому что есть другая группа, которые не миротворец. Тоже по решению. Так, смотрите. Мир, первое определение, это согласие, состояние спокойствия, покоя, согласия, отсутствие вражды, войны и разрушения. Тогда это означает? Блажение, счастливые, успешные, вопреки обстоятельствам. Имеющие Божьи благоволения. Те, кто создает и осуществляет состояние спокойствия, покоя, согласия, отсутствие войны и вражды и разрушения. Для того, чтобы мы понимали, как приносить мир везде, заставлять ситуацию меняться, чтобы оно соответствовало миру. Нужно, чтобы мы читали Иоанна 14, 27. Мир оставляю вам. Мир мой. Даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Иисус говорит, даю вам. Значит, Иисус дал им какую-то духовную субстанцию. Эта духовная субстанция способна решать все вопросы на земле. Иисус позволил себе сказать так. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Иисус говорит, мой мир настолько важен, существенно, что с этого момента, как я вам дал мой мир, вы не имеете права смущаться, устрашаться в вашем сердце. Потому что мой мир, который я вам дал, так работает, что ни за что или о чем смущаться и устрашаться. Это то, о чем говорится, что в мой покой ваше. Не потому что нет буря, а потому что есть мир, который он нам дал. Этот мир способен решать много чего. Поэтому с этого момента не смущайтесь, но устрашайтесь. Для христианина жизнь без страха, смущения, вообще без переживания. Это признак большой победы. Всегда двигаясь к тому, чтобы убрать или уменьшить переживания. Иногда это нужно грешение. Иногда нужно обуздать свое мышление. Иногда нужно покаяться, просить прощения. Иногда нужно просить помощь. Но как можно больше уйти от состояния страха, смущения, волнения? Это сократить твою жизнь. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 по 41 стих. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. И с ним были другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били лодку, так что она уже наполнялась водой. Наполнялась. Это лодка. Иисус спит. Значит, вода тоже его касалась. А он спал. На корму и на возглаве. Его будят. И говорят ему, учители, неужели тебе нужды нету, что мы погибаем? Эти слова я слышал, когда дают Марфы. Когда она жаловалась про Марию. И встав. И он запретил ветру. И сказал морю. Два слова. Умолкни. Первый и второй. Перестань. И ветер утих. Пришел мир. И сделалась великая тщина. И сказал им. А что вы так боязливы? Он не в курсе чего. Они боятся. Как у вас нет веры? И боялись страхом. Они сначала боялись буря. А сейчас поменяли. И боялись страхом великим. Уже боятся Иисуса. Человек интересное существо. Тут он напуган бурей. А Иисус остановил бурю. Теперь напуган Иисусом Христом. Господи. И говорили между собой. Кто же сей? Что и ветер, и море повинуются Ему. Вместо того, чтобы радоваться. Нас Господь. Он с нами. Мы с Ним. Они Его боятся. Пугаются им. Это тот Господь Иисус. Который живет в нас. Вот этот Иисус. Который вы видели в действии. Он живет внутри тебя. Не пугайся из-за каждого ветра. Не пугайся от того, что какой-то подул что-то. Пусть себе дует на здоровье. Сохранит свою борьбу для настоящих штормов. Они пусть я. Заметите. Чтобы создать мир, нужно противостать шторму. Нужно противостоять. Не убегать. А стать. В лицо. Иисус встал и противостал шторму. Он сказал два слова. Первое. Умолкни. То есть, мир покойный придет. Перестань. Прекрашай свое действие. Шторму нужно противостать. Тем миром. Полнотою. Знанием. Жизнью. Повиновение. Богу, который внутри тебя. Заметите, мир Божий, который внутри тебя, это в совокупности всего Божьего, что ты приобрел и вложено в тебе за все время. В тебе живет большой запас, который способен остановить шторму. Если внутри тебя нету духовного напора, созданного заранее, трудно будет противостать шторму. А как Иисус противостал шторму? Как Он высвободит этот мир? Словами. Слова являются Божьим методом высвобождать все, что у тебя в сердце. Все, что у тебя в сердце. Помазание, сила, власть, знание, откровение. Пока молчишь, оно не проявится. Никогда. Нужно говорить. Многие христиане, почему у них много проблем, просят у Бога. Вместо этого надо было говорить слова. Власть верующего через слова проявляется. Власть в имени Иисуса через слова проявляется. Про возглашение обетования Божьего через слова. Если ты скромный на слова, у тебя будет скромная победа в жизни. Оно очень соизмеримо. Твои слова и твоя победа. Евангелие от Марка 11, глава 22, 23. Иссык Библия говорит так. Иисус, отвечая, говорит им. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто, значит, я в том числе, скажите, и я в том числе, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, ага, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». «Гора перед тобою». Как победить штормы? Как убрать горе? Во время шторма нужно говорить слова шторму. Нужно говорить слова горе, горе. Нужно говорить слова бесам. Нужно говорить слова болезни. Нужно говорить слова долгам. Нужно говорить слова проблемам. Нужно говорить слова с жизненным трудностям. Нужно говорить. Гора проверит вас. Когда вы говорите любой проблемы, приказывая тебе во имя Иисуса уйди. Проблема перед тем, как уйдет, вас оценить и проверить. Притом это делается быстро в духовном мире. Она вас оценит. Как она оценит? Здесь написано. Если кто скажет, горе сей поднимется и вернется в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет. Гора, проблемы, бесы проверяют. Верите ли вы своим словам? Духовный мир, что болезни, что бесы, что проблемы, что трудности, что сложности нужно говорить. Но не просто говорить, потому что эти проблемы проверят, веришь ли ты словам твоим. Почему? Потому что написано, для того, чтобы вы повиновались, ребята, согласно Священного Писания, человек должен верить, что сбудется по его словам. Если он не верит, не подчиняйтесь. Вот проблема у многих. Мы не верим своим словам. Не верим. Поэтому мы не можем творить мир, потому что, когда мы говорим, мы говорим слова, как будто пробуем. Как будто это эксперимент. Давай я попробую. Так, ранами Иисуса я силен. Аминь. Уходи, болезни. Так, и что есть? Я всегда думаю, что произошло с этими 400 или 200, кто там был, евреев, которые поклялись, не кушают, пока не убьют Павла. Потому что в то время это были люди слов. Если ты сказал, делай. Приучи себя. Если ты говоришь, больше этого делать не буду, не делай. То есть, когда хочется, ты хоть души себя, но не делай. А я буду молиться, каждый день. Молись. Даже если 3 секунды, но молись. Повышай значимость в твоих словах перед тобой. Зачем? Чтобы ты верил, что сбудется по словам твоим. твоим. Не обесценивай твои слова. Если твои слова обесценивай в твоих глазах, то что ждать от бесов, от проблемы, от трудностей, от всего? Христиане многие воюют против собственных слов. А Иисус как раз сказал, сбудется по его словам. Словам. Иисус поверит, что сбудется по его словам. Смотрите. Когда мы говорим слова из сердца и верим в свои слова, что так будет, эти слова способны заставлять, чтобы пришел покой, спокойствие, война прекратилась, шторма остановилась и пришел в мир. Притом, когда мы говорим слова, если мы приучили себя говорить слова, которые мы верим, то когда мы провозглашаем обетование Божие, они работают. Когда мы говорим, провозглашаем обетование Божие, а мы не верим, что по нашим словам будет, мы аннулируем действия Божьих обетований. Потому что мы их говорим, но мы не верим, что наши слова работают. Но приучи как-то уважать твои слова. И когда мы провозглашаем, когда мы идем против штормов, нужно, можно использовать обетование Божие. У Иисуса было внутри этот мир, и Он высвободил, и море успокоился, и они приплели дальше, и все стало хорошо. И Он заставил появиться мир покоя. И неважно, какие штормы в твоей жизни, Бог хочет, чтобы ты остановил. Слава Богу! Я хочу, чтобы мы знали, что жизнь наша не в Божьих руках только. Она в руках Божьих. Но есть вещи, за которые мы с вами отвечаем. То есть мы решаем, мы берем ответственность. Если мы не берем ответственность, оно не делается. Пассивная позиция христиан, иногда она пагубная. Потому что мы как будто доверяем Богу, но мы становимся безответственными. А Бог со своей стороны, Он ожидает, чтобы мы что-то сделали. Например, я спрашивал у одного человека, а ты вообще христианин? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? А потому что Бог меня не спасает. Я говорю, слушай, как это понятно? Бог уже сделал все, что надо, чтобы ты спасся. Теперь ты должен брать ответственность, прийти к Нему, покаяться и принять Иисуса. Потому что Он уже свою часть сделал. Я прямо сейчас вижу, как многие из вас говорят, пастор Генри, тогда помоли со мной, чтобы я спасся. Конечно, я так и сделаю. Но сначала, чтобы вы посмотрели на некоторые свидетельства людей, которые решили, Бог сделал все, чтобы я исцелился. И они решили это использовать, брать ответственность и Бог исцелил. Давайте посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Идти до краев земли и проповедовать Евангелие. Призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса – это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Мы благодарим каждого партнера служения Христос для всех городов и тех, кто единоразово жертвовал финансы для проведения фестивалей Иисуса. Да, видите, оказывается, когда мы берем ответственность, Бог начинает работать с нами. Поэтому Библия говорит, пусть слабый скажет, я силен. Хотя он слабый. А почему? Тогда Бог приходит со своей силой и укрепляет слабого. Поэтому, если тебе сегодня нужно чудо от Бога, я помолюсь с тобой. Но если тебе нужно спасение, я тоже помолюсь. Это главное. Вот давайте с этого и начнем. Скажи со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь. Очисти мое сердце. Дай мне новое начало. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу помолиться, чтобы Бог сделал чудо в твоей жизни. Как мы берем ответственность? Мы просим. Открой свои уста. Проси у Бога. Если это исцеление, проси исцеление. Работу? Проси работу. Зарплату? Проси зарплату. Проси у Бога. Проси прямо сейчас. И я с тобой буду соглашаться. Господь, я соглашаюсь с каждым из моих братьев и сестер, которые сегодня просят у тебя. Они берут ответственность. И мы соглашаемся на полное исцеление и решение их вопросов во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Сегодня я так рад, потому что ты научился брать ответственность, так и в будущее. Бери ответственность и Бог поможет тебе.